Теплонуется открытие у Гомеля новых буйных гандлёвых объектов. Накольким это згодно будовать их у центра города. А так само те могут аматоры фастфуда различовать на заявлению областным центры Макдональдса. Об развитии розничной гандлёвы у Гомеля материал Светланы Князевой. Розничная гандлёвая сетка Гомеля наличивает больше за 2250 магазинов площадью 275 тысяч квадратных метров. При этом размеркованные объекты по территории города неравномерны. У Жигару областного центра часто возникает пытание, че з'явятся буйные гандлёвые объекты у центральной части города. Однако задоволить гэта жаданне гомельчан не так просто, як здаец на перший погляд. В центре города преобладает плотная застройка как жилого массива, так и административных зданий. Поэтому для строительства любого нового объекта предполагается снос. Як показывает практика, будовництва буйных гандлёвых объектов – это не только працаемки дорогий процесс, а и достатково долготерминовый. Однако Гарвы-Канкам на сегодняшний день отшуквае махшимости по выделению земельных участков под их будовництвом. Пиролик инвестиционных пропанов размещается на сайте гомельска Гарвы-Канкама. Уносится пропанову и непосредственно конкретным инвесторам. На первое липение бегущего года покажет забеспеченность гандлёвыми площадками на 1 тысячу жихару Гомеля складает 525 квадратных метров. Плануется, что на первое студене 2016 года за кошт открытия буйных магазинов и он складе 600 квадратных метров. Как показывает мировая практика, все крупные гиперсупермаркеты, молы, они выносятся в большей части за территорию жилой зоны застройки города и находятся на въездах или на выездах города. Что тычется гандлёвой сетки у центра города, как правило, тут размещаются невеликие магазины кроковой доступности. Гэта тлумачится с шильной забудовой жилого массива и административных будинков. Тому гарвы канками управление гандлю и послух накирует свою работу на патрымане иснуючых объектов громадского харчаванья и розничного гандлю. Необходно задаволись пожаданней покупников и у ценовой политцы и у ассортименте товаров. В управлении гандлю и послух згодные, тут есть над чем працавать. На сегодняшний день субъекты господара не распрацавали план мероприемства в тем лику и по реконструкции иснуючих объектов. В частности, относительно магазина «Колокольчик». Он принадлежит акционерному обществу «Сахарторг» и, насколько мне известно, в настоящее время прорабатывается этот вопрос. Возможно, в конце года, в начале следующего эта тема разрешится. Заявятся в областном центре и новые объекты гандлю. Добрая новина для аматоров фастфуда. Плануется до открытия «Макдональдс». На его обдаунство спотребится от 1 до 3 годов. Зараз идти распрацавка проектно-кошторисной документации. На даденый момент буйные гандлювые объекты у основным будуются у новых микрорайонах. А лет, треба означать, многим подобаются миновиты магазины кроковой доступности. Я, в принципе, положительно к маленьким магазинам, которые, допустим, находятся возле дома у меня. Товары, такое первое необходимость, свежее молоко, хлеб. В Министерстве гандлю распрацавали комплекс мероприемства, употребленных Гомельским Абл-Выконкамам и Гар-Выконкамам, накерованных на развитие гандлевой сетки невеликих магазинов площадь от 100 до 400 квадратных метров. У Тымлику за кошт выводу из жилфонда «Кватер» на перших поверхах шматповерховых домов. Светлана Князева, Валера Хапанько, телерадуя компания «Гомель».